Публично об этом заявили. Уважаемый господин Романчик, как это понимать? Они же сказали публично, что не собирались выполнять минских соглашений, а только подписали для того, чтобы вооружить Украину и создать условия для продолжения боевых действий. Нас просто вводили за нос. Разве не так? Как по-другому можно объяснить то, что происходило? Восемь лет мы старались добиться этого решения, решения этой проблемы, мирный путь. Восемь лет. Мне когда-то бывший канцлер сказал, вот знаешь, вот в Косово, да, действовали мы тогда, НАТО действовало без решения Совета Безопасности, но там же восемь лет проливалась кровь в Косово. А здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе, это что, не кровь, а водичка, что ли? Об этом никто не хотел, не думает, не замечает этого, никто не хотел. В конце концов, мы вынуждены были сделать что? Когда на Украине действующие тогда власти заявили, что им не нравится ни один пункт в минских соглашениях, а министр Рансанодел сказал, что выполнять не будем. Вы понимаете, что на этих территориях догадация началась, и экономическая, и социальная. Восемь лет, я уже не говорю про убийства, постоянное убийство людей, женщин, детей и так далее. Что мы вынуждены были сделать? Мы вынуждены были признать их независимость. Мы же не признавали почти восемь лет их независимость. Все ждали, пока мы сможем договориться мирным путем и решить этот вопрос. Восемь лет, когда объявили, что никаких мирных договоренностей реализовывать никто не будет, что мы вынуждены были сделать. Мы вынуждены были предпринять попытку вооруженным путем заставить их это сделать. Но не мы начали эту войну. Война началась в 2014 году после госпереворота, и попытки задавить тех, кто не согласен с госпереворотом, с помощью пушек. А теперь вот для людей, которые следят за международными событиями, за международным правом, что произошло дальше, что мы сделали? Мы не признавали восемь лет, когда поняли, что мирным соглашением в Минске не суждено быть реализованным. Что мы сделали? Я прошу внимания, пожалуйста, всех. Мы признали независимость этих самопоразглашенных республик. Мы могли это сделать или нет, с точки зрения международного права? Как говорит статья 1 Устава ООН, могли. Это право нации на самоопределение. А международный суд ООН принял решение, оно же изложено на бумаге, что при решении вопроса о независимости и самостоятельности, если какая-то территория какой-то страны принимает такое решение, она не обязана обращаться в вышестоящие инстанции этого государства. Всё это было сделано в связи с Косово. Но есть же решение международного суда ООН. Там так и написано. Если какая-то территория приняла решение о независимости, она не обязана обращаться в столицу за получением разрешения на реализацию этого права. Но если это так, а так написано в решении суда ООН, значит, эти непризнанные тогда республики Донецкая и Луганская имели право это сделать. Они это сделали, а мы тогда имели право признать эти республики? Конечно, имели. Ну, как же. Мы их признали. Потом заключили с ними договор. Вы могли заключить с ними договор или нет? Да, конечно. Договор предусматривал оказание помощи этим государствам. В случае агрессии. Ну, Киев вёл войну против этих государств, которые мы через 8 лет признали. 8 лет мы их признали. Мы могли их признать? Могли. И затем, в соответствии со статьёй 51-й устав ООН, мы оказывали им помощь. Вы знаете, вот чего бы здесь кто ни говорил. Ну, я и господин Гутерриш, он тоже самое рассказывал. Вот прямо эта логика. Шаг за шагом. Где здесь ошибка? Где здесь нарушения международного права? Их нет, этих нарушений. Если говорить с точки зрения международного права. Да, мы потом слышим ответ. А, но всё равно вы напали. Мы не напали, мы защищались. Чтоб всем было понятно. А первый шаг к войне сделали те, которые поощряли госпереворот. Кровавый, антиконституционный. Значит, теперь по поводу поставок оружия. Поставки оружия в зону конфликта – это всегда плохо. Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием. И это очень серьёзный и очень опасный шаг. Мы же с вами знаем, и в Федеративной Республике это не отрицают, как, уж я не знаю, как это попало в прессу, когда генералы Бундесвера обсуждают, куда и как им наносить удары. По Крымскому мосту или по каким-то другим объектам на территории России. В том числе и на той территории, в принадлежности которой к России никто не сомневается. Но когда на украинской земле появились первые немецкие танки немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России. Потому что отношение к Федеративной Республике в российском обществе всегда было очень хорошее. Теперь, когда говорят, что сейчас ещё появятся какие-то ракеты, которые будут наносить удары по объектам на территории России, это, конечно, окончательно разрушает российско-германские отношения. Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством. Мы в контакте были с Касаем Шольцем, с ним неоднократно встречались. Я сейчас не хочу давать оценок качества работы федерального правительства, но эти оценки даёт немецкий народ, немецкий избиратель. Скоро выбор в европейский парламент, посмотрим, что там будет происходить. Насколько мне известно, я так, конечно, небезразлично отношусь к Германии, у меня там много друзей, которых я стараюсь не трогать, чтобы не подвергать их какой-то обструкции внутри страны, стараюсь не менее поддерживать отношения. Но я знаю просто этих людей много лет, я знаю, что они надёжные друзья, и таких у меня в Германии немало. Так вот, я знаю и соотношение сил на политической арене, насколько я понимаю, если не ошибаюсь, ХДС, ХСС сейчас где-то по 30%, где-то 16% где-то у сталдемократов, 15% уже у альтернативы для Германии, и все остальные уже пониже там опускаются. Ну вот это ответ избирателя, это настроение немцев, настроение немецкого народа. Я понимаю зависимость Федеративной Республики в области обороны, в области безопасности в целом. Я понимаю зависимость в области политики, информационной политики, потому что там куда ни ткни в какое-нибудь крупное издание, не знаю, где вы работаете, но конечный бенефициар за океаном, какой-нибудь американский фонд. Слава Богу, я, значит, аплодирую этим американским фондам и тем, кто проводит это. Молодцы, молодцы, что они так вот крепко держат информационную поляну Европы. Ну, с точки зрения их интересного, еще и стараются себя там, уши свои не показывать. Все это понятно, но влияние колоссальное, и сопротивляться этому очень сложно. Понятно. Ну, какие-то элементарные-то вещи, о этих элементарных-то вещах. Ну, даже странно, что никто в сегодняшнем немецком руководстве не защищает немецкий интерес. Ну, понятно, в Германии нет полного суверенитета. Ну, немцы-то есть, но о их-то интересах надо подумать вот немножко. Вот смотрите, взорвали эти трубопроводы несчастные по одном Балтийского моря. Ну, никто даже не возмущается, как будто так и надо. Как будто так и надо. Смотрите, мы поставляем, значит, тем не менее продолжаем поставлять газ в Европу через территорию Украины. Мы же поставляем. Там было две трубопроводные системы, одну из них украинская сторона закрыла. Видите, завинтил, просто закрыл, и всё. Хотя оснований для других нет. Оставил только одну трубопроводную систему. Ну, ладно, но через неё газ в Европу-то идёт, и европейские потребители получают этот газ. Через Турцию идёт по турецкому потоку. Тоже наш газ идёт в Европу по турецкому потоку. Европейские потребители получают его. Ну, хорошо, взорвали одну трубу северного потока. Но одна труба северного потока, она жива, слава богу. Почему Германия не хочет получать наш газ по этой трубе? Кто мне это может объяснить? В чём логика? Через территорию Украины можно получать? Через Турцию можно получать, а по Балтийскому морю нельзя получать. Ну, что это за бред такой? Нет никакой формальной логики в этом, я даже не понимаю. Но сказали бы, вообще Европа не должна получать газ. Ну, ладно, хорошо, мы переживём. Вот Газпром переживёт это. Но вам это не надо? Вам нужно покупать втридорога сжиженный природный газ через океан, который возят? Ну, а ваши экологисты, они что не знают, как получают сжиженный природный газ с помощью гидроразрыва? Спросите у тебя жителей Соединённых Штатов, где производят этот газ. Там иногда из кранов вместо воды жижа течёт. Ваши экологисты, которые у власти находятся в правительстве, они что-то не знают? Ну, знают, наверное. Значит, Польша взяла свою ветку, Ямал-Европа, взяла, закрыла. В Германию шёл газ через Польшу. Мы же не закрывали, шпаляки закрыли. Результат влияния на экономику Германии, вот этих вот прекращений наших связей в сфере энергетики, вам известно лучше, чем мне. Он печальный результат. Многие предприятия крупной промышленности ищут, где бы им приземлиться, но только не на германской территории. И в США открываются, и в Азии открываются. Но условия хозяйствования такие, что они становятся неконкурентоспособными. А это, между прочим, может иметь тяжёлые последствия для экономики Европы в целом. Потому что германская экономика, всё это хорошо знают, не в обиду никаким другим европейцам. Но это локомотив европейской экономики. Она будет чихать и кашлять, все остальные сразу заболеют грибом. Но экономика Франции, она же вот сейчас тоже балансирует на грани рецессии. Всем хорошо известно. А если немецкая будет опускаться ниже, всё, Европа сотрясёт. Значит, поэтому я сейчас, знаете, не призываю к нарушению каких-то евроатлантических связей. Не хочу сейчас, вот начнут вы или не вы, сейчас кто-то услышит то, что я говорю. Скажут, вот он призывает к расколу евроатлантической солидарности. Ну да нет, послушайте, у вас там есть, я считаю, ошибочная политика. Просто грубая ошибка на каждом шагу. Я думаю, что и для самих Соединённых Штатов тоже сейчас происходит эта ошибка большая. Такая капитальная. А значит, из-за желания начать сохранить там лидерство, причём такими средствами, как они делают, наносит сами себе ущерб. Но для него будет это ещё хуже. Но хоть какие-то, да, можно было сказать, мы вас поддерживаем здесь, здесь и здесь. Но вот это наше. А слушайте, если мы подорвём свою экономику, всем будет плохо. Ни в коем случае нельзя этого делать. Мы против. Это табу. На это не покушайтесь. Но сегодняшний федеральный правительство и этого не делает. Я, честно говоря, даже иногда теряюсь. Где логика такого поведения? Ну хорошо, собирались подорвать экономику России. И полагали, что это произойдёт в течение трёх-четырёх, там, шести месяцев. Но все же видят, что этого не происходит. В прошлом году у нас рост экономики 3,4, да, десятых процента. В этом году, в первом квартале текущего года, рост экономики России составил 5,4 процента. Значит, больше того, Всемирный банк пересчитал. Мы ставили перед собой цель, значит, перед собой цель, по данным международных, значит, структур финансово-экономических, мы были на пятом месте по паритету покупательной способности в мире, на пятом месте. И ставили перед собой цель выйти на четвёртое место. Ну, я думаю, что вы следите за тем, что, как считают коллеги в международных финансовых институтах, Всемирный банк недавно совсем, вот недавно, на прошлой неделе, посчитал наш ВВП. И пришёл к выводу, что мы обгоняем Японию. По мнению Мирового банка, Россия сегодня четвёртая экономика мира по паритету покупательной способности. То есть, это цель достигнут. Важно не это, конечно, это не самоцель. Важно сохранить темп, движение вперёд. Но и это нам пока удаётся, потому что за первый квартал Рос, как я уже сказал, составил 5,4% ВВП. Но я к чему это говорю? Не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы, ну, как бы, те, кто пытаются нам помешать, навредить и затормозить наше развитие, должны были бы понять, что то, что они делают, больше вредит им самим, чем нам. Ну, а поняв это, должны сделать какие-то выводы. И скорректировать как-то своё поведение, для себя самих, любимых. Нет, но этого не происходит. Я не хочу никого обидеть, но уровень, как бы, профессиональной подготовки тех людей, которые принимают решения, в том числе и в федеративной республике, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Я думаю, что это было бы логично не уходить далеко теперь от европейской тематики и предоставить слово Франции. Франции, где вполне официально допускают отправку европейских военных на территорию Украины. А у нас в гостях главный редактор европейской информации агентства Франц-Пресс, Карим Тальби. Господин Тальби, кстати говоря, отлично говорит по-русски, потому что так же, как и Мартин Романчик, долгое время работал корреспондентом в Москве. Пожалуйста, господин Тальби, ваш вопрос. Владимир Владимирович, мои вопросы тоже касаются Украины. Почему до сих пор вы не сможете раскрыть, говорить, рассказать количество потерь российских солдатов в Украине в ходе боевых действий? Если вас только это интересует, я могу сказать, что об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры. Но я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, они, конечно, в разы просто меньше, чем с украинской стороны. Вот я могу точно назвать цифры тех людей, которые находятся, удерживаются обеими сторонами. Ну, короче говоря, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне 1348 человек. 1348 человек. Я знаю эти цифры, потому что мы работаем с ними каждый день. И вот совсем недавно, вы знаете, был обмен, 75 человек, поменяли 75 человек. Значит, украинских солдат у нас 6465. Вот примерно, если говорить о безвозвратных потерях и безвозвратных именных потерь, то и соотношение такое же. Один к помену, примерно к пяти. Вот из этого будем исходить. Но именно с этим, кстати говоря, и связана попытка провести тотальную мобилизацию на Украине, потому что очень большие потери на пуле боя. Это, знаете, примерно выглядит так. По нашим подсчётам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек. Но это санитарные и безвозвратные потери. И то, и другое. Хотя безвозвратные и санитарные, у них 50 на 50 примерно. И то, что сейчас проводится, вот эта тотальная мобилизация, не решает проблему. Потому что, по нашим данным, из разных источников мы получаем где-то примерно 30 тысяч в месяц они набирают, мобилизуют. Ну, насильственно, не насильственно, но в основном сейчас насильственно, конечно, хватает на улицах, желающих там воевать немного. Поэтому по 30, ну, в прошлом, позапрошлом месяце где-то 50-55 тысяч, по нашим данным, они набрали. Но это не решает проблему. Знаете почему? Потому что вся эта мобилизация только закрывает потери. Она вся идёт на восполнение потерь. И это такая кардинальная проблема. Которая ведёт к понижению возраста мобилизации. Вот сейчас с 27 вышли на 25. И мы просто знаем это с украинской стороны. Там секрет Пулич-Шинеля, там секретов вообще никаких нет. Значит, администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно хотя бы снижался порог с 25 до 23, потом до 20 лет, а потом до 18. Или сразу до 18. Ну, потому что сейчас уже требует постановки на учёт 17-летних юношей. Ну, это вот, это мы знаем наверняка, вот это требование со стороны администрации США к украинскому руководству. Ну, которое, если можно считать руководством после того, как были отменены выборы. Во всяком случае, я говорил недавно публично, по-моему, когда встречался с прессой, выезжая из Узбекистана после визита. Я думаю, что администрация штата заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет. А потом от Зеленского избавиться просто. Ну, сначала всё это надо сделать, потому что это непростая история. Закон надо принять, совершить определённые шаги. И сейчас у нас вот июнь 2024-го. Вот, чтобы всё это сделать, мне кажется, это нужен какой-то год. Это до весны, до начала, как минимум, следующего года его будут терпеть. Когда он всё сделает, скажут «До свидания». И поменяют там несколько кандидатов есть, насколько я понимаю. Но это связано с большими потерями. Я сказал 50 тысяч. Ну, это самый скромный подсчёт. Это 50 тысяч – это то, что мы видим на поле боя. А если иметь в виду, что есть ещё и потери, которых мы знаем, что они есть, но мы просто не можем посчитать. Они в глубине в тулах находятся. Но на самом деле это больше. Но и соответственно о потерях. Вы потеря из-за того, что президент довольно коротко ответил по сравнению с двоями. Вы не позвольте, пожалуйста. Вы не позвольте. По внешний вопрос, просто. Пожалуйста. По поводу нашей потерей АФПСК. По поводу? У нас был один журналист, Армана Сордин, который на 9 мая 2003 года умер в Украине. Он умер, скорее всего, по нашим оценкам, после авиаударов. Ну, трон. Франция, Министерство Франции ведёт расследование. Из-за того, что он был в Чассиар в Украине. Предполагает, что трон пришёл из России. Я как вопрос не даже не об этом. Министерство Франции захочет вести расследование и для этого расследование. Расследование? Да. Готовы ли Россия, просто сотрудничать с Францией, на это расследование, чтобы вы могли знать, что произошло. Для нас это была большая трагедия для АФП. Конечно, во-первых, в очереди для его семьи. Ему надо 32 года, Армана Сордин. Поэтому нам очень захочется, чтобы была какая-то реальная и серьёзная работа расследования, чтобы знать, что произошло, если Россия была в этом причастен, конечно. Вы знаете, что мы никогда не отказывались ни от каких расследований. Вы знаете, сколько у нас журналистов погибло в зоне боевых действий? Сколько там, не помнишь? Ну, так как минимум 30 человек погибло. Погибло у наших журналистов. И никто не даёт нам возможности расследовать того, что с ними произошло. Это первое. Второе. Вот если говорить о том, что происходит на Украине, там в тюрьме, в застенках киевского режима был замучен американский журналист. Но в отличие от вас, Соединённые Штаты даже не ставят вопрос расследования того, что же с ним случилось. Американский гражданин, журналист. Его захватили на границе, притащили в тюрьму, и он там погиб. Его замучили просто. В прямом смысле этого слова. Никто не заботился вопросом о том, а что же на самом деле с ним произошло. Так что, да, несмотря на это, мы готовы.